Всем доброго здоровья и мир вашему дому, друзья! Какое-то время назад уже многие, наверное, посмотрели фильм Анатолия Муна, который назывался «Переезд из города в деревню», по-моему, с нашим участием. Анатолий Мун – это наш брат во Христе, он приезжал из Москвы, Сергий Фасад, и снял вот такой очень интересный фильм «Нашу историю», как мы переехали из города в деревню. Посмотрел этот фильм я, я был очень сильно впечатлен, несмотря на то, что я был главным участником. Но настолько этот фильм нам понравился, я говорю, настолько он сделал его интересно, красочно, как-то хорошо, что прям захотелось именно туда. И возникла такая весьма-весьма прям такая иллюзорная что ли картинка, может быть, даже чересчур. Поэтому было принято решение снять именно вот этот фильм, послесловие к фильму Анатолия Муна. В этом ролике я постараюсь ответить на основные вопросы, которые писали зрители этого фильма. Значит, вопросы такие, с чего начиналось, сколько у вас было денег, были ли вообще, в каком размере, почему именно такой дом построили, ну и так далее. И в этом ролике вы еще увидите эксклюзивные кадры Анатолия, которые не вошли в основной фильм. Ну, я думаю, будет очень интересно. Момент, который я хотел рассказать, это про то, что вот мы сюда вот приехали, то есть дом какие, слава богу, электричество было, да. То есть это уже легче, мы же городские люди привыкли, но в этом доме не было воды, то есть нету крана, нету горячей, нету холодной воды. А где есть вода? Вода была в соседнем колодце, в соседнем доме через дорогу. Вот, а поскольку мы приехали осенью, уже, ну вот перед зимой прям совсем, у меня были саночки, две фляги. Вот ты ставишь эти две фляги, берешь ведро и с саночками пошел вот сюда. А иного выхода нету. Но я улучшил себе как бы жизнь, потому что я купил 200-литровую бочку, поставил домой, я ее набирал, бочка была с краном. И она вот так вот, ну, кран уже был на таком уровне у бочки, бочка приподнятая была. И тут получается супруге уже легче было, то есть она уже открыла там что-то в это. У нас даже стиральная машинка, мы даже стиральную машинку обманывали таким образом. То есть не через этот, не через отверстие, где вот у нее вода заливается, потому что там давления не хватало, а через где засыпается порошок. Алексей, ты сейчас иди лицом туда, ладно, чтобы я ускорить мог. Лицом туда. Да, пока не, ну, пока не разворачивайся. Приходил сюда, вставил саночки, вставил там, сейчас уж не помню, как, если у меня были фляги железные, у меня потом пластиковые появились. Пластиковые-то я вот так вот подставлял под эту, набирал и в саночках увозил. Зимой снега наметает много, и потом приходилось иногда с лопатой идти, немножко откопаешь, тут вот электричество, вот, штыкнул, все, вода есть. А потом я что сделал, на следующее лето, по-моему, я прорыл до штык канавку и пустил этот шланг, и купил свой насос, и уже с дома включал, но это только на летний период, когда, то есть, вода не замерзает. Включил дома, и вода раз, сама, мне набралась. А потом, если зимой, вот опять, то есть было желание, я понимал, что это тяжело, да, вот сейчас, ну, как-то, как-то это вообще кажется, о, да как же так, я с этими ведрами таскался. То есть минут 30 надо было вот 25 натаскать, чтобы мне все, вот, но было желание, я понимал, что это не вечно, это же, вот, ну, это временный такой период, когда надо потерпеть, надо. У нас не было слива, у нас, где вот руки мыли, у нас было ведро, ведро постоянно набирается, как вот в деревнях это раньше было, берешь его, идешь, выливаешь. Не было унитаза дома, ванной, тем более, не душевой, все, и ничего, ничего, все, пережили, все, и сейчас, а сейчас это все есть. Ну, ванны нету, есть душевая дома, есть унитаз дома, есть вода уже, стиральная машина уже стирает уже сама, уже там давление, все уже у нее. Вот, то есть немножко потерпеть, и как бы все будет. Вот, если ты имеешь огромное желание жить на земле и думаешь о будущем, что не просто там, типа, да, я приеду, поживу немножко, потом и еду. Вот так не получится, наверное. Итак, наш переезд. В других роликах уже где-то я рассказывал, как именно, ну, досконально, как все это получилось. Здесь я расскажу вкратце, что вот пришла такая мысль, жена меня поддержала, когда я ей сказал о переезде, и мы благополучно переехали. То есть Господь как-то благословил наш переезд. Есть такая пословица, что говорит, человек не дерево, то есть он может там встать и перейти, поменять среду обитания. И заместо того, чтобы постоянно мучиться, постоянно там жаловаться на что-то, мы решили устроить свою жизнь именно так. Да, это было тяжело, вот, но как-то Господь дал нам смелости сделать этот шаг, и мы взяли и переехали. Ну, лично для меня и для моей супруги вообще идти в новизну это нормально. Есть люди, которые там работают по 30-40 лет на одной работе, как бы, ну, их это устраивает. Ну, вот мы такого склада характера, нам хотелось что-то новое, тем более мы как бы узнали, что есть альтернатива городской жизни, она очень интересная. Ну, как говорится, люди хвалят ее, те, которые там живут. Вот, было очень интересно попробовать, и, соответственно, ну, вот я сейчас говорю, мы уже 7 лет прожили, нам очень нравится это до сих пор. Когда мы переехали сюда, до этого еще приглядывали здесь домики. Тут домики от старых жителей, ну, такие старые, непригодные были, вот. И один дом мне понравился, что там, он большой, но мы как бы хотели занять только половину дома, там была русская печь. Это единственный был плюс того дома. Но потом, когда поближе, как бы, пришло время уже, то все-таки выбрали другой дом, где жили мои родители тоже какое-то время, когда строили свой. Он был единственный дом на тот момент, дом был он засыпной из опилок, пригодный для жизни. Вот, собственно, мы там чуть-чуть что-то подделали, как говорится, пол протерли, побелили там, и все, и стали там жить. Значит, в том доме не было воды, ее нужно было таскать, не было слива, в раковине было ведро. Значит, была печка посреди дома, которую тоже нужно было топить каждый день. Ну, и был небольшой второй этаж, небольшая комнатка. А дом сам был маленький, там что-то 5 на 6, что ли. Вот, то есть, как бы, ну, совсем небольшой, или 5 на 5 даже. Была, значит, верандочка, там крыльцо, ну и какие-то надворные постройки. Туалет был на улице, естественно. Значит, почему, зачем я вообще все это рассказываю? Потому что, ну, были такие комментарии, что вот, конечно, ему хорошо, что вот сейчас в таком доме. На самом деле, возникло именно такое ощущение, которое и породило мысль снять вот этот ролик. То есть, ощущение, что если вы собираетесь переехать в деревню, то все, у вас сразу автоматически появляется вот такой дом из рубленного бревна. Там русская печь, вот она за спиной. Ну, там какой-то двухэтажный дом, не знаю, большой сарай, там скотина. Нет, конечно, это все не так. Поэтому этого не было у нас. Это случилось уже какое-то время спустя. Вот. А вот я рассказываю, с чего мы начинали. Когда мы вообще туда заехали, в этот дом, у нас не было даже плитки. Даже вот просто, ну, что-то приготовить. И нам, значит, там местные люди тоже принесли такую плитку. Ну, как бы не у каждого же есть в запасе всегда плитка там, ну, электрическая зачем-то. Вот. У него была старая плитка, знаете, такая советских времен. Она как керамически там пружина вот такая вот. Эта пружина нагревалась так, ну, да красна вот. Вот. И я помню, к сожалению, фоток не осталось, как мы варили первую там молочный какой-то суп с лапшой там вот на вот этой плитке. То есть какое-то время мы попользовались ей. Вот. За что спаси Христос и людям, которые вот нам это помогли сделать. Вот. Потому что, ну, печку там тоже, как бы, не каждый раз топишь или там не успеешь как-то. Вот. А, значит, всё. А печку топили, понятно, там чайник кипятили. Потом у нас чайник электрический тоже появился. И вот так мы жили. Вот. То есть я ходил за водой. Это тоже, это тяжело, труд. Но, как бы, мы жили надеждой и успокаивали себя тем, что это всё временно. Ну, временно, а мы в том доме прожили пять зим. Вот. И то есть вот, то есть это не просто ни одна зима. Хотя у каждого история может быть по-разному получится. То есть кто-то быстро построит, у кого-то будут деньги, там кто-то медленнее. Ну, вот у нас получилось так, как получилось. И, пожалуй, самое тяжёлое было, то, что нас сильно утомило, это то, что мы жили в одном месте, а наш участок, где мы строились, находился в другом. Вот. То есть метров за 300-400. И получается, каждый раз утром и вечером я должен ходить управляться в сарай. А это вот зима, там ветер, например, метель. У нас тут, ну, метели большие. Вот. Всё это ты, в общем, ходишь. Вот. И это, конечно, очень сильно, очень сильно нас утомило, так скажем. Вот. Потому что, ну, реально тяжело. И когда мы переехали уже в новый дом, ну, было прям очень радостно, что вот она сарайчка, тут всё, два шага вышел, и вот она здесь. То есть как это и должно быть изначально. Что касается рождения детей, значит, получается, мы приехали в деревню сюда с одним ребёнком. У нас сразу же там в течение месяца родился, ну, то есть жена уже вот-вот была. Родился у нас второй ребёнок. И в том маленьком доме мы родили третьего. Ему было два года, по-моему, когда мы переехали вот уже в новый дом. То есть вот практически три ребёнка, да, там в том маленьком доме. То есть где ребятишки всё вот так там, и вещи там, я не знаю, уже и складывать было некуда. Ну, то есть всё было. И несмотря на то, вот сейчас смотрю фотки, то есть мы приглашали гостей, к нам приходили гости, было как-то радостно, всё, как-то старались. Вот когда нам было, когда мы занимались цыплятами, инкубированием, у меня там в доме прям стоял этот брудер, который я сделал, потому что, ну, некуда было его поставить. Вот, соответственно, это всё было там. Ну, это как бы, это временно, это не всегда, это вот только весенний период. Итак, шло время, жизнь продолжалась. Мы в том же доме, значит, я занимался, то есть мы выращивали там свиней, там всё. Также я ездил в город что-то продавать. В том же доме готовили там этот товар, всё. Значит, и три года назад, получается, 31 декабря, мы заехали в этот новый дом. Почему 31 декабря? Потому что, ну, очень сильно хотелось, как бы, вот, прям, ну, всё, потому что уже дом как бы есть, но когда мы заехали, здесь не было пола. Был сделан только второй этаж. Здесь лежали доски ещё. То есть мы всё ещё доделывали по ходу. Да, была лестница, уже был второй этаж, был слив, унитаз, по-моему, был, раковина одна была. То есть тоже ни плитки, ничего здесь вообще не было. Постепенно, живя уже здесь, значит, я тут всё делал, делал всё сам. В том плане, что пол делал, там, всё это. Ну, может быть, я не суперспециалист, вот, ну, как я это видел, я это делал. Вот, это тоже, как бы, к вопросу, которому я потом дойду до него, вопрос денег, вопрос экономии. Вот, да, мне помогали, тут тоже, конечно, ну, тут родственники, брат у меня, там, племянники. Вот, всё равно кто-то что-то помогал. Вот в таких условиях, мы тут в ботинках ходили, да, вот так мы начинали жить в новом доме. И уже спустя какое-то время мы уже сделали всё тут, пол уже у нас и коврики, и всё хорошо. И то ещё куча недоделок, то есть мебели какой-то нету, я сейчас потихонечку делаю там, ну, и так далее. То есть всё равно ещё много ещё чего нужно сделать. Дополнительные сопли, простите за выражение, то есть не было смысла. То есть тут надо либо там всё заново сносить и заново конкретно уже делать. А тоже я, как бы, не могу и сюда тратиться, и у меня там стройка. Поэтому вот, жили в таком доме, туалет был на улице. Вот он туалет. То есть вот так вот выходишь из дома, идёшь по вот этой дорожке на улицу. Тут интересно, тут так это всё кроны, ты не знаешь, куда-нибудь. И вот сюда. Опа, всё, туалет тут уже немножко сломанный, но живой пока ещё стоит. Был такой юмор. Я уезжаю в город с купеческой поездкой. Вот здесь вот, вот он, чурбак большой, как бы это ствол дерева. Он стоял где-то вот здесь вот. Я когда только уехал, этот, он, видать, уже подгнил, он возьми, да вот так вот упади вот так, наклонись. А там кто-то сидел. А там кто-то был в этот момент? Кто-то в туалете был в этом? Нет, туалет никого не было. Просто что захочешь в туалет, и ты не попадёшь. Это тяжёлая штука, как её вот. Это смех. Ну, по-моему, кого-то там позвала, там её как-то пихнули. Да я говорю, надо же, надо было мне уехать. И тут такое случилось. Вот здесь вот видно сетку рабицу и дальше там был бурьян кленовый. То есть роща, роща кленовая. Вот, всё, я отсюда повыпластил, пораспилил там, как говорится, всё это распахали. Тут мусорка вообще какая-то была. Мы потом, когда начали перекапывать это под огород, так это мусорка, я не знаю. Но был такой энтузиазм, понимаете, я себя ощущал просто рамбинзоном. Это так здорово. Ты рамбинзон, ты ложишься вечером и думаешь, когда же утро наступит, чтобы быстрее завтра там что-то делать. Вот бы всегда так, да? Да, да. И вот даже вот такой элемент, вот смотри, вот простая вертушка, её можно было сделать просто. Ну, видишь, она какая красивенькая. Вот, это как бы это, хотелось и даже красоту вот в таких вещах. Вот был такой огород вот небольшой, ну, вон туда ещё. А поскольку земля была отдыхающая, у нас первый год такие плоды были там, знаешь, прям всё так. То есть это так радостно было. Я говорю, супруга вообще квартирный человек. Ну, там, как посадить-то уже знала, там, я там где-то помогал тоже. Я как бы люблю тоже вот там и садить, и всё. Ну, вот, и слава Богу, Господь давал, и прям прекрасно. А вон там тоже, что ли, крольчатник впереди? Да, да. Вот здесь вот был как свинарник, короче, всё это типа завалилось. Но у меня тут свиньи жили какое-то время. Вот это американский клён, он вообще считается сорняком. Вот, поэтому у нас в уставе написано, что какое дерево там, как бы, ну, с разрешения там, то есть надо в это, что пилить. Не просто там взял, спилил и всё. У нас нельзя так браконьерничать. А насчёт клёна там пили, пожалуйста, то есть потому что, ну, нереально борьба идёт. Итак, мы построили наш дом из рубленого бревна. Почему именно такой? И кто-то говорит, о, а сколько он стоит там, и мы себе тоже такой хотим. Ну, давайте по порядку. То есть рассказываю ещё подробно для того, чтобы кто-то говорит, ну, вот, типа там, вы там вот что-то не испытали, и вот вам хорошо, что вот у вас уже вот так вот. То есть, ну, ещё раз хочу подметить, что вот так вот это появилось не сразу. То есть, вот, я говорю, чтобы мы сначала жили в том домике. Вот. Почему родилась идея построить именно такой дом? Вот, самое первое, изначальное. Значит, у меня есть бабушка в Новосибирске. Вот. И она одна. Мы похоронили её дедушку. Она из нашей церкви тоже неродная. У неё нету детей, у них не было. Ну, так вот получилось. И как-то, как-то, какое-то время там мы познакомились, и вот я там помогал что-то им постоянно. Вот. И была у меня такая мысль. А у неё что-то с ногами плохо вот. Ну, там, не знаю, какие-то болячки. Думаю, что построить такой деревянный дом, взять её сюда к себе, чтобы она доживала, и как бы вот, вот это вот бревно как бы там, как-то будет на неё положительно влиять, что она как-то лучше себя чувствовать будет. И идея-то была благая. Идея была, ну, чистосердечная. Вот. Честно было именно так вот. А потом уже, потом, когда вот уже, ну, построили, как бы вот так вот уже, и появилась уже другая уже идея, как бы, о, а что бы вот ещё не заниматься бы там, экотуризмом там деревенским, да, там, ну и так далее. То есть это уже всё потом пришло. Ну, пока мы строили этот дом, естественно, бабушка постарела ещё больше, и, в общем, пришла в такое состояние, что говорит, как бы, ну, всё, я уже никуда не поеду из города. Вот. Ну, да ладно. Ну, идея-то была с самого начала именно такая. Потом, когда мы решили этот дом строить, мы так посчитали на то время, что внутри отделки не надо, ну, только пошлифовать там и покрыть, если чем-то, да. А снаружи тоже, что как бы это дешевле было бы. Вот. И когда сейчас спрашивают, говорят, а сколько стоит такой дом? Вот на данный момент я не знаю, честно не знаю. Вот. Потому что, ну, наверное, на тот момент, я не знаю, сколько, ну, миллиона, два, три, может быть, три с чем-то, вот, всё, может быть, это стоило. Вот. То есть это вот всё, это рубка, это само бревно. И получилось, значит, с самого начала стройки у меня получилось так, что договорился с одним подрядчиком, и он нас обманул. Обманул на серьёзную сумму, там, ну, изначально, то есть, да, там, 400 тысяч. Вот. Потом, слава Богу, просто велик Бог чудными делами, значит, как-то, когда там следствие, всякие следователи, прокуратура, там, не знаю, 340 он вернул. Вот. И в итоге там, потом ещё 2000, в итоге 58 тысяч он должен нам до сих пор. Вот. Ну, как бы уже, как бы уже, не смертельно, вот, я уже живу в доме, но попереживать пришлось очень много. Очень много седых волос, слёз там и так далее. Ушло за это время. Вот. Когда были деньги, и, значит, ну, вот так вот получилось. Тебе надо строить, а ничего нету, ничего не строится. Вот. Потом, когда другие люди, значит, я нашёл других подрядчиков, нужно было искать срочно лес. Одну машину леса нашли, сосны. По-моему, за 3700 закуп договорился. То есть, после этого уже на лес, значит, вводили какие-то там акцизы, там, или ещё что-то. То есть, сейчас цена леса, я не знаю, сколько она стоит. Поэтому, когда кто-то спрашивает там, а нам бы сейчас построить, я просто говорю, а сколько это будет стоить-то? То есть, это... И это один вопрос. А второй вопрос, вот я уже прожил там три года. Ну, и, честно сказать, вот если бы вернуть время назад, я бы не стал бы такой дом строить. Почему? Потому что, когда говорят, а вот раньше избы были. Ну, так это раньше. Вопрос. Это раньше, потому что раньше не с чего было строить. Был лес, да, в деревнях все там крестьяне, все рубили. Или на это даже никто не смотрел. Из камня я бы тоже бы не строил. Но сейчас есть каркасное строительство. Прекрасно. То есть, это вышло бы намного дешевле. И если я хочу внутри деревом, чтобы у меня пахло, всё, я бы так же бы досками бы там всё как-то, как я хочу, я бы сделал. Ну, вот. И какой плюс у этих домов по сравнению с рубленым? Вот самое главное, это усадка. Усадка, которая идёт до сих пор. Которая что-то где-то ломает. Хотя там, ну, вроде что-то оставляли, там, вроде всё там по ГОСТу, всё в это. Но постоянно какие-то переживания. И после этого ещё переделывать нужно. Что-то там делается, он как-то усаживается. И ты потом всё равно опять берёшь это и как-то переделываешь, доделываешь. Вот это такой момент не очень хороший вот с этим домом. Надо конопатить. Надо там как-то его утеплять. Вот. Если бы сделал каркасный, ничего бы этого делать не надо было. Поэтому, ну, теперь уже, что есть, то есть. Вот. Слава Богу. И за это, конечно, что. Ну, мы живём и радуемся. Вот. Ещё, конечно, надо конопатить дом. То есть, там, куча доделок есть. Вот. Но для тех, кто спрашивает, я именно говорю именно так. Я бы сделал каркасный. Или бы там, ну, там, не знаю, ещё бы что-то придумал бы. Значит, так Господь сделал, что я говорю, ну, всё это по Божьей воле. Я это рассматриваю. Что вот нас человек так обманул там. Всё это длилось. Зато благодаря этому наши рубщики сделали нам хорошую скидку за рубку. Крышевики тоже там как-то скидку сделали. Ну, и в итоге, в итоге как бы я в минусе-то не остался. Вот. Кто-то где-то там, ну, как бы бонусом, типа, вот, вас обманули. Давайте мы вам вот это вот сделаем бесплатно или как-то там дополнительно. То есть, ну, в этом был свой определённый плюс. Ну, кстати, такой приятный вот один из моментов, да, пример. Значит, вот такая задвижка, вот, на русскую печку. Это сделал один из наших подписчиков. Он оказался здесь рядом, в соседнем селе, и сделал её бесплатно. Вот. И, ну, я его, конечно, угостил там всё, но это так. Сделал именно так, как я хотел. Всё, вот, картинку, всё-всё-всё тут прям как это. Упакованная как будто бы. Вот. Ну, казалось бы, вроде мелочь, а очень-очень приятно. Поэтому мы благодарны ему очень сильно. Он хороший кузнец. Вот. Ну, а теперь давайте поговорим насчёт денег. Вот. Основной вопрос, который всех волнует, понятно. Ну, и там пишут. Вот, конечно, ему хорошо. Вот он бизнесмен там. Или там, вот, с деньгами приехали там. На самом деле, а я всегда говорю так, что если у тебя нет желания, вот, то, как бы ты сюда и не приедешь. Вот. Но давайте так по порядку разберём. Например, конечно, тот, кто приедет с миллионом в деревню, ему будет намного легче, чем тот, кто приедет, у кого будет в кармане всего 100 тысяч. Но, когда в 90-е годы возрождалась наша деревня, приезжали сюда молодые семьи, и в летний период они жили в палатке. В палатке с маленькими детьми и строили какие-то времянки себе на зиму. То есть вот так начиналась жизнь. Ну, да, это были 90-е, там, где денег не было, где взять, ниоткуда было, там, стройматериалы и так далее. Здесь был крольчатник, здесь у меня жил крол. И я этих, значит, крольчих сюда на свадьбу водил. Тут всегда как-то так красиво было, знаешь, так это таинственно, что вот такие кроны, ну, то есть, по идее, вот, если здесь жить, если брать вот этот участок, тут, конечно, придётся поработать, в том плане, что, ну, как бы, вот, выпиливать там вот это всё, то уж не будешь, как бы, по дороге где-то надо. Здесь тоже было частично разрушено, частично сделано, ну, я это восстановил, короче, загородку для кос. Вот эту сарайку я построил полностью, тоже первая моя сараечка такая, вот она, вот она, заходим сюда, тут вот такой же станочек для кос, всё вот так же, крючочек, топ, чик, табуреточка, вот она, он туда сел, подоил, тут что-то поставил. Тут вот тоже клеточку отдельно придумал, тут кого-то отсаживал. Вот. Было дело, всё так радостно, всё так, знаешь, вот, это ностальгийно, когда ты приходишь с папиром. Как бы, она всё равно есть, да, всё равно есть, я не говорю, что это было самое лучшее время, нет, это просто был такой период, вот, сейчас вот, а сейчас мы уже привыкли уже, вот, к тому, что мы уже, как бы, сейчас так живём, и, соответственно, у нас уже другой период, и мы, как бы, идём уже дальше, уже развиваемся, уже дети подрастают, тут дети были маленькие. А здесь я приобрёл собаку, которую очень сильно хотелось приобрести, вот, как бы, как игрушку поиграть, ну, и, типа, на ней ещё и заработать, как актив. Ну, и, чтобы ей сделать Валерь, я вот сделаю ей такой островок, у неё тут будка была, всё, но собака этой породы для деревни не подходит. Какая-то порода? Аляскинский маламут, это собака, как бы, в крови которой, там, волчья кровь, там, и так далее, вот, они красивые, да, красивые такие, всё, прям, но это ездовая собака, северная ездовая собака порода, то есть она не охранится ни разу, вот, и у неё инстинкт охотиться, вот, её хоть убей, вот, она вот на шкодне что-то сделает, а потом, ой, простите, не знаю, как это получилось, вот так вот, и всё, Ну, чё ж, теперь, больше не буду, потом, бах, опять чем-то, опять чик, опять сделаю. Курицу какую-нибудь загрызть, а? Курицу загрызть какую-нибудь. Ой, уток, уток, кур, потом тут за баранухой давай бегать, там, барануху, короче, это тоже, поэто, попортило, там, ну, и, в конце концов, последней каплей было, это уже, это, страусиха, страус, точнее, страус Джонни. Подожди, она на голове, снег. Да, ну, я её в это, я её, ничего с ней не сделал, в смысле в это, не в это, я её просто продал, и, прям, человек прям очень говорит, я именно её хочу, там, всё, и вот он сейчас звонит, там, не нарадуется, мы с ней, там, всё. Эти собаки, они, вот, их называют собаки многих хозяев, что в это, у них, ну, есть с характером, который, как бы, не подпустит, а есть такие вот, что там, один, другой, третий. Вот, их выводили в своё время, ну, там, северные народы, кто там были, что говорит в это, выводили так, например, если там гавкнул на хозяина, там, убил её, если там кто-то что-то покоцал, там, всё, племя вырезал, то есть, искореняли у них агрессию. И у них агрессия, как бы, на самом низком уровне, но, зато, в нужных местах, именно в нужных местах, эти собаки, они проявили себя, то есть, вот, грузы, там, таскать, и так, замать. Ну, а здесь уже так. Вот, собственно, такой вот красивый, знаете, такой чудный, такой, как бы, лесок, что ли. Да. Чудное помещение, это не помещение, а, точнее, ну, вот, место с природы такая. Вот, что же касается нас лично, то есть, мы в городе жили, и у нас не было на тот момент личного жилья, поэтому, ну, кто-то говорит, что вот, вам было легко, вы собрались, уехали. С одной стороны, да. Но, с другой стороны, если бы у нас была какая-то квартира, ну, это миллион, да, продали бы, и было бы вообще здорово, нам бы ещё было бы лучше. Значит, мы продали наши бизнесы, там, что такое мелкий бизнес? Это воздух, по сути. То есть, ты продаёшь, как бы, рабочую идею, ну, или, там, какие-то инструменты, ну, вот, крупный бизнес, средний, это, вот, там, не знаю, станки, машины, там, какие-то цеха, помещения, это понятно. А мелкий бизнес, то есть, ничего этого нету, помещения в аренде, там, ну, по сути, вот, просто сама рабочая идея, так скажем. Поэтому продали, там, всё практически по 50 тысяч, по-моему, вот, ну, это копейки, там, чё смеяться. У, значит, какие у нас ещё деньги были? Родители супруги тоже помогли, как бы, заплатили за долю в квартире её, вот, то есть, ну, как бы, помогли. Вот, это тоже было для нас, как бы, в общую копилку очень хорошо. Ну, и до этого мы же как работали, мы там тоже потихонечку подкапливали, потому что, когда люди, например, говорят, что, вот, я бы переехал, да денег нету там, не совсем понятно лично мне, почему, потому что, ну, когда говорят, вот, у меня сейчас денег нету, ну, так, а ты, как ты до этого-то жил, ты чем-то там занимался вообще или нет? Я почему так, может быть, сильно критично говорю, потому что, ну, конкретно, вот, ну, я, ну, мы там работали, мы там чем-то занимались, то есть, что-то у нас было, хоть копейки какие-то, но они были, что не просто так мы голые приехали, нет, у нас что-то было. И уже, ещё в городе мы уже что-то купили, например, этот инкубатор, вот, что-то ещё там, ну, было такое. Значит, естественно, помогали родители, в принципе, вот, какие-то люди ещё помогли. Здесь ещё есть такой один интересный момент, когда ты живёшь, вот, как все, да, это в основном, говорю, вот, сейчас для молодых, потому что мы были молодые тогда, более или менее, значит, и когда ты выбираешь какой-то такой жизненный путь, который ближе, может быть, к старшему поколению, потому что, ну, как, многие понимают, что город он развращает, вот, даже люди там неверующие, даже там, ну, там ещё там какие-то, они понимают это, вот, что город это, вот, Вавилон, короче, вот. И когда молодые люди чистосердечно, так скажем, без всякого принуждения меняют жизнь именно в сторону деревни, какой-то нравственности и так далее, у всех возникает такое, ну, как, приятное желание, что люди хотят тебе помочь, вот. То есть, ты живёшь, когда ты жил в городе, ты никого не интересовал, ну, живёте, как живёте, всё там, как хотите, в общем. А когда мы стали переезжать сюда, многие стали обращать внимание, многие стали как-то помогать, о, молодцы! То есть, когда жили там, никого не интересовало, насколько мы живём, а мы там жили, там были времена, что мы жили на 2000 в месяц, вот. Вот. Никого не интересовало, что мы там едим, там, и так далее. Ну, вот. Но когда мы стали переезжать сюда, я говорю, некоторые, значит, там, знакомые, например, там, соседнего города, он уже пожилой, да, всё, он не деньгами помогал, но он помогал, там, какую-то бочку, какой-то бак, какой-то корыто железное. Да, то есть, всё то, что он нажил за всю жизнь, он раньше этим сам занимался, и это всё очень в хозяйстве пригодилось. То есть, где-то бы я это брал, а, как бы, вот он отдал просто, там, и у меня это уже есть. А это всё стоит денег. Вот. А кто-то деньгами помогал, да, кто-то ещё как-то, вот. Поэтому копейка-копейки, значит, мы не тратили ни на какие-то там айфоны, телефоны, там, компьютеры и так далее. Вот. Ещё раз говорю, что мы работали, у нас что-то было своё, и, значит, живя в деревне, всё равно это экономия. Вот. Я уже забыл, когда последний раз, ну, отлично сам, там, себе какую-то новую вещь покупал. Вот. Потому что, ну, у меня что-то есть, понятно, там, в сарайку входишь в таком, в грязном, вот. А что-то новое есть, как бы, ну, и ты бережно, как бы, ходишь. Мы там не стараемся как-то, как-то, знаете, ну, бывает, что люди любят очень сильно одеваться, какие-то новинки, там, ещё что-то. Нет, вот, ну, что, прилично чистая одежда, нормальная. Ну, ещё один такой важный фактор, когда мы переехали, то есть я купил вот этот участок за 50 тысяч, то есть здесь стоял старый дом, ну, практически я за него отдал. А на тот момент земля стоила вот 40 соток здесь, меньше 100 тысяч. А это очень важно. Потому что, когда мы жили в городе, мы одно время планировали жить в пригороде, но там очень дорогая земля. Вот. И получается, там, все какие-то деньги должны быть, уйти там не на стройку, а просто на землю. Вот. А здесь я купил участок, мы этот дом старый, он был из бруса, разобрали. Брус часть лежит, часть я его использовал куда-то. Вот. И сейчас у меня земля в аренде, но по государственной программе, я как многодетно, мы вот, ну, в скором времени мы её оформим себе. То есть, вот. То есть, программа такая есть. Значит, что касается ещё денег, то есть мы всё использовали. Мы использовали материнский капитал на строительство, использовали какой-то местный тут капитал тоже там, ну, не знаю, как он называется. Вот. Воспользовались там, значит, просто вот тоже как, ну, как совет такой, кто вот планирует переезжать. Вот. Посмотрите, может быть, какие-то есть программы, программы поддержки, там, развитие территории, расселение. Я не знаю, как они называются. Мы тоже, мы всё это тоже посмотрели, прежде чем переезжать. Вот. Потому что денег не было. Не было денег. Вот. Ну, было огромное желание, значит, и была надежда. Вот. Вот. Про все вот эти программы, то есть, там, никто нигде особо-то и не говорит. То есть, нужно самому просто искать и попытаться воспользоваться. Вот. И мы воспользовались этим, слава Богу. Вот так вот у нас получилось. Капитал использовали, например, на фундамент, вот на цокольный этаж, лес. Лес, который мы использовали на опалубку, мы его аккуратно разобрали, почистили, и дальше я использовал его на сарай. А это, ну, как бы экономия. Вот. Считаю, что двойное использование. Вот. Вот так и получилось. Плюс цены, конечно, были цены, например, тогда, когда мы строились, 6500 стоил куб леса обрезного. Ну, 6, ну, 7, там, может быть, какой-то получше. А сейчас вот осенью покупали 14000 обрезной лес. Ну, в два раза. В два раза. Я как бы не готов сейчас, вот даже не знаю как. Но все равно надо, и программы там все меняются, все. То есть, все равно надо как-то узнавать, где-то как-то смотреть. Я думаю, просто у каждого будет своя история. У нас вот такая была история, потому что мы поехали именно в нормальное время. То есть, не тогда, когда уже что-то, какие-то катаклизмы, когда там... И поэтому было немножко тяжело, что, конечно, над нами смеялись, нас ругали. Нас там, ну, всяко что вот. В городе бы только жить, бы дожить. Вот, видите. А прошло какое-то время, и наступило так, что вот пришла такая инфекция всемирная. Вот, где, значит, ну, случились такие катаклизмы и так далее. И с работами стало плохо, и с продажами, и со всеми, и с жизнью, в общем и целом в городе. Теперь, что касается машины, она тоже у нас появилась не сразу. Я приехал сюда, у меня не было машины. Машина у меня появилась на второй год только. И во время стройки, вообще, конечно, волей-неволей пришлось, пришлось залезть в долги. Занять деньги у людей. Слава Богу, не кредиты какие-то там где-то в банках, а вот у людей. И, конечно, я сейчас рассчитываю, до сих пор осталось еще немножко, но все равно они есть. Вот это тоже к вопросу, как бы, ну, не хватало нам, да. Тем более, вот, когда появилась, случилась вот эта неприятность с домом, с человеком, который обманул, а надо было строить. И там получились очень серьезные накладки. Планировалось из одного бревна строить, в итоге построили из другого, который дороже, потому что того нету. Ну, и так далее, как снежный ком уже. Говорят насчет, как покупать скотину. Типа, скотина дорого, все. Ну, смотрите, я просто сейчас рассказываю свою историю. Вот мы сюда приехали, весной мы купили козу. Как-то так получилось, там, знакомые тоже соседнего города говорят, а вот там, женщина, там, значит, ну, стала старенькая, уже не может. И вот она продает там хорошую козу с двумя козлятами. А, там даже на выбор было одну козу. Я приехал, и как-то мне вот наша там майка вот эта приглянулась. Все, договорился с машиной, там, все, привезли ее. Привезли ее, значит, километра, наверное, за три, наверное. Там у нас дамба есть, она была разрушена, то есть до туда машина доехала. Мы, значит, выгрузились, я ее привязал за ошейник. И пешочком сюда весной привел. Вот, рядом бежали эти козлята, она уже родила, где-то их нести приходилось. Вот, то есть, как-то я, человек верующий, я это понимаю, что это божья помощь. Вот, и купил я эту козу за пять тысяч. Таких, как бы, цен вообще нету. Потом я поехал в другое место, купил за девять тысяч. Она была намного хуже, то есть, ну, у меня опыта нету. Вот, ну, как бы, опыт постепенно набираешь. Ну, понимаешь, что, вот сейчас понимаю, что девять тысяч за ту козу, ну, это вообще, вот, никогда бы не отдал бы. Потом, некоторые люди здесь, значит, подарили, например, мне свиноматку подарили. Кто-то мне трех этих, ярок подарил, баранов. Вот, они мне эти три баранухи принесли по два ягненка. То есть, такая уже эта прогрессия, да, у меня уже там стадо начало расти. А эта свиноматка мне принесла три поросенка, как в сказке. Было очень смешно. Вот, ну, еще смеялись, говорят, ну, все, бизнес не пошел. Вот, ну, смех смехом, но, то есть, все с чего-то началось помаленечку. Подарили, ну, с таким условием, что, значит, потом, когда я уже окрепну немножко, потом кто-то приедет, я также смогу помочь. Вот, ну, баранух я потом отдал обратно. Как бы, какое-то время подержал, прям долгое время там все у нас эти потомства было. Ну, вот, а свиней я продолжаю, значит, заниматься этим делом. Там было, что уже новых там покупал, ну, то есть, вот, и быков уже тут держали. Что-то приходится, да, где-то покупать самому, где-то, значит, я говорю, что кто-то подарил, где-то подешевле ищешь. То есть, а бывает так, что где-то дорого реально купил, потом понимаешь, или там где-то увидел, что там, оказывается, дешевле было. Ну, вот, такое тоже есть. Ну, и, пожалуй, практически в завершение, вот, я бы хотел, то есть, задать такой вопрос тем, кто переезжает, кто вот так скептически все, а на что конкретно вы готовы сегодня? Вот, готовы ли вы вот это пройти, например, вот то, что прошли мы? Хотя я не чувствую себя каким-то там героем, там еще каким-то, да просто приехал, ну, мы были молодые, были молодые, был какой-то задор, там, не боялись. И вот один из таких интересных моментов, который даже родственники многие не знают, значит, мы этот дом строили, нужно было получать разрешение на строительство, то есть, ну, я как бы делал так вот все официально там, вот, и все это находится в районе. А в район от нас попасть, если вот в зимний период даже, или вот в период бездорожья, а это весна-осень, то есть, тяжелее всего. У нас в Барнаул поезд идет, тут 4 километра, можно пешком дойти, сел и ты в Барнауле. А в район, получается, ты должен куда-то сесть на поезд сначала, доехать до соседней станции, до соседней деревни Корчино, оттуда на машине, ну, там, поскольку приезжаешь ночью, там, где-то переночевать у кого-то, и только в соседней деревне ты на машину съездишь в район, вернешься назад и вот таким же макаром назад. Так вот, был у нас такой, значит, случай, когда нужно было подписывать это разрешение на строительство, по-моему. Оно подписывается двумя, значит, людьми, ну, там как-то вот, у нас там так было, вот, там, с программой связано. В общем, жена и я. Старшие дети, понятно, они дома остались, а у нас был маленький грудничок, мы же его не можем оставить. А было время весна, то есть весна, когда машины еще не ходят, а снегоход уже не ходит. То есть грязь просто глубокая, вот, значит, мы одеваем сапоги, люлька, в которую мы положили ребенка, палку, вот так. И, ну, кто-то меня из моих тоже тут провожали, по-моему, мама там с папой. Вот, вот, если так напрямик до линии, ну, может, километра два с половиной, вот, все. Это была ночь с фонариками, мы взяли эту палку, люльку ребенка этого и пошли. Пошли весной в этой грязи, там, ну, сапоги, все, там, дошли до линии, потом дошли до своей, значит, остановочной платформы, сняли сапоги, там у нас рюкзаки были, одели там какую-то чистую обувь. То есть, ну, когда вот так кому-то скажешь или там не поверят, да, или кто-то, ну, не знаю, может быть, сейчас бы сказал, о, да нет, я бы так не это, не пошел бы там. Ну, я вроде пока еще не старый, думаю, это, но если бы надо было бы, пошел бы все равно. То есть, вот даже были такие моменты, когда приходилось делать что-то, ну, для городских, наверное, да, что-то невероятное. Но тогда мы об этом не задумывались. Тогда это было абсолютно нормально, это надо было, это наше будущее. Вот, и сейчас, слава Богу, мы живем теперь в таком доме, у нас есть слив дома, у нас работает кран, открываешь, горячая, холодная вода, у нас есть унитаз, у нас есть в доме душевая, стиральная машина автомат сама стирает. Вот, ну, и еще какие-то недоделки по дому, которые я буду делать сам, в том числе и мебель какую-то. Вот, нас там ругают, вот, что у вас там такой беспорядок, почему там, ну, как бы еще состояние стройки идет. Ну, стараемся где-то вот, но если вещи некуда там ставить, ну, ты там поставишь их там где-то на пол сложишь, ну, вот, мы как бы уже к этому привыкли. Ну, все постепенно, то есть, мы абсолютно к этому относимся спокойно. Это не то, чтобы, вот, у меня нету каких-то шкафов, и я сейчас должен там где-то срочно брать деньги, там, быстрее там залазить долги, там, покупать что-то там зачем-то, чтобы тебе было сегодня хорошо. Ну, как бы, слава Богу, и так живем, нормально, то есть, то, что нету какого-то шкафчика, это не смертельно, он появится потом попозже. Вот, самое главное, ну, думать о будущем, дальше, продолжать развиваться, жить, то есть, не, там, не унывать, так скажем, не ослабевать, руки не опускать, и терпение, конечно, терпение. Если бы мы жили до сих пор в городе, вот, переехал ли бы я сейчас, переехали бы мы сейчас, мы занимались услугами, а сейчас уже, и услуг-то уже эти некому предоставлять, уже там, людей не пускают, всякие QR-коды, наверное, бы переехали бы. Вот, поскольку у меня есть опыт, стройка, она отнимает у тебя очень много времени, сил, там, денег и всего-всего, но зато ты, как бы, делаешь то, что хочешь ты. Вот, может быть, если бы я сейчас переехал, может быть, ну, там, опять же, куда-то, или, например, вы собираетесь переехать, может быть, там есть какой-то готовый дом хороший. Ведь в соседних деревнях, на самом деле, много домов стоит, пустых, просто заколоченных, люди заколотили и уехали, потому что, ну, вот такая тенденция, что деревню бросают, деревню умирают, уезжают. Обратный поток есть направление, но оно пока намного меньше, чем уезжают из деревни в город. Вот, поэтому, да, наверное, переехал бы, конечно, конечно, и, может быть, купил бы какой-то дом, и уже бы начал бы там жить, что-то бы подделал, и начал бы уже, может быть, развитие бы, ну, потому что, я еще раз говорю, что стройка очень сильно отнимает время, там, я не знаю, все-все-все. Вот, поэтому, вот, мы построили, там, уже какое-то время сейчас, это, как говорится, от стройки отходим немножко, вот, ну, и какие-то долги подраздадим, и начнем уже развитие. Вот, а все, что было с этим связано параллельно, да, что-то мы держали, вот, но отдавали туда в развитие себя не в полной мере. Держали даже страусов, я уже эту историю тоже рассказывал, вот, ну, как бы, внимание не стопроцентное им уделял, поэтому, эту тему я прикрыл, ну, вот, пока, и также в отношении всего другого, то есть, если ты хочешь конкретно зарабатывать, как-то развиваться, ты должен полностью быть в этой теме, вот. На этом я, пожалуй, закончу, значит, задавайте вопросы, пишите комментарии, там, лайки ставьте. В конце этого видео, значит, мы сделаем ссылку на видео Анатолия Муна, для тех, кто вдруг это видео увидит, в первую очередь у вас будет возможность посмотреть первое видео, на которое мы делаем пояснение. Ну, что ж, желаю всем, в любом случае, терпения, мужества и желания, большого желания, если вам сейчас плохо в городе, там, и вы не видите, там, значит, жизнь, возможности и так далее, смелости переехать, найти себе, значит, деревню какую-то подходящую вам, значит, может быть, родственники, может быть, это община какая-то, люди, верующие там, еще там какие-то, не знаю, вот, чтобы это было от сердца, вот. И жить там, значит, развиваться, детей там растить, потому что именно в деревне дети приобретают очень большой смысл, то есть, живя на земле, как это и должно быть. А в городе, там, немножко смысл теряется в детях, потому что, как бы, ну, как один выразился, говорит, в городе они, как бы, нахлебниками становятся, вот, а здесь они помощники. Это даже не отчасти, но это так. Поэтому всем благополучия, успехов и оставайтесь с Богом.